Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 769. События дня. Второзаконие 12.32. Все, что я заповедую вам, старайтесь исполнить. Не прибавляй к тому и не убавляй от того. За 20 января 2018 года. И подумал я, Иеремия 20 глава 9 стих, не буду я напоминать о нем, и не буду более говорить во имя его. Но было в сердце моем, как бы горящий огонь, заключенный в костях моих. Я истомился, удерживая его, и не мог. Это настоящий пророк. Иеремия 15.6. Ты оставил меня, говорит Господь, отступил назад. Поэтому я простру на тебя руку мою, погублю тебя, и я устал миловать. Иеремия 1.17. А ты припаяшь реста твоей, встань и скажи им все, что я повелю тебе. Не малодушиствуй перед ними, чтобы я не поразил тебя в глазах их. То есть нуждается Господь в таких работниках, которые выполнят его слово, скажут и исполнят. То есть пророческий глаз. Вот смотришь, собирается сенот, архиерея, где-то встречается с президентом, с другими. Ни одного пророческого голоса нету. Не обличат о беззакониях, от издевательств над народом, о дурных законах, которые издают во вред всем людям. Одно ЖКХ поглотило сколько душ. Николай Некрасов, стихи. Пророк, не говори, забыл он осторожность. Он будет сам судьбы своей виной. Не хуже нас он видит невозможность служить добру, не жертвуя собой. Но любит он возвышеннее и шире. В его душе нет помыслов мирских. Жить для себя возможно только в мире, но умереть возможно для других. Так мыслит он, и смерть ему любезна. Не скажет он, что жизнь его нужна. Не скажет он, что гибель бесполезна. Его судьба давно ему ясна. Его еще покамест не распяли, но сейчас придет он будет на кресте. Его послал Бог гнева и печали. Рабам земли напомнить о Христе. Псалом 96.10 Любящие Господа, ненавидьте зло. Он хранит души святых своих, из руки нечестивых избавляет их. Одновременно и любящий Господа, и ненавидьте зло. В нем должна быть и ненависть, кто любит Господа. Николай Некрасов. Блажение злобивый поэт, в ком мало желчи, много чувства. Ему так искренен привет друзей спокойного искусства. Его сочувствие в толпе, как ропот волн, ласкает ухо. Он чушь сомнения в себе, всей пытки творческого духа. Ну какой? Ну Михалков Сергей, к примеру, взять. Кого бы не гнали. Сложениться, но выгнать везде голос поставил свой. А почему Ахмадулина этого не делала, было? Любя беспечность и покой, гнушаясь дерзкого сатирой, Он прочно властвует толпой своей миролюбивой лирой. Ну как Афанасья Афанасьев Фетт. Ему сказал толстой, кажется, лев, и говорит, что Такие стихи могла бы и лошадь написать, если бы умела писать, Не копыта были у ней. Девясь великому уму, его не гонят, не злословят, И современники ему при жизни памятник готовят. Вот есть такие, как Демьян Бедный, придворный поэт, в кавычках, у Ленина. А ему Сергей Есенин-то ответил, Ты как копнул у креста кровь, как боров толстый. Но нет пощады у судьбы, томущий благородный гений, Стал обличителем толпы, ее страстей и заблуждений, Питая ненавистью грудь, уста вооружив сатирой, Проходит он тернистый путь своей карающей лирой. Его преследуют хулы, он ловит звуки одобрения Не в сладком ропоте хвалы, а в диких криках озлобления. И веря и не веря вновь мечте высокого призвания, Он проповедует любовь враждебным словом отрицания. И каждый звук его речей плодит ему врагов суровых, И умных, и пустых людей равно клеймить его готовых. Со всех сторон его клянут, И только труп его увидя, Как много сделал он, поймут, И как любил он, ненавидя. Каждый звук его речей, У нас ролики выставляют, Редко на какой не нападают. Сегодня у нас 21-е, Где-то больше 80 нападок. Матерками их просто кроет, Слово секта так и свистит. Все научились от главного сектанта Дворкина. Самые зловредные за всю историю России. Как Иосиф Володский. Юрий Соболев. Мир вам, Игнатий Тихонович. Как обычно, после скайп-встречи с вами, У меня следует благословенное время. Зомбируйте, не иначе. Зомбируйте, в кавычках. Такой сон приснился интересно. Я свидетельствую о Христе, Молитва слезная идет. И все это как бы на поверхности сна. Все ощущается и переживается. Проснулся очень рано и слушал ваши новые ролики. Так просто разъяснили вы вопросы по Библии, По толкованию святых отцов. Признаться, такие два образа веры я и не знал. Знаю лишь ветхозаветную Эмуну и Пистис, Новозаветную, по Эм Буберу. А вот как вера во Христа и Троицу, И вера чудотейственной, нет. Небольшое такое откровение для меня. Благодарю вас. Заметил, что выставляемое в Ютуб, Начитанное вами, Имеет более широкое распространение, Нежели просто представленное на сайте. Вот, например, как отзывается близкие. Прослушала записи про Златоуста у Игла. Как здорово он насчитал. Не знаю, кто мог бы лучше. Еще. Лапкин тех лет мне в плане голоса особенно нравится. Словно из другого мира голос. Что интересно, я пришел в общество память. Там Василий Дмитрий Дмитриевич был. Общество память гремело. Более популярного не было в момент перестройки. Ну, я там с его людьми беседы, его не было. И вдруг там слышится голос. Мне говорят, идет. Идет он, тут его команда. Он заходит только. Кого я вижу? Да мы все время слушали вас. Нам казалось, что это голос с неба. Мои записи про масонство, про все, про это. Они пришли уже за мной следом. Я намного раньше это все озвучил. Всю мировую прессу перемолотил. Дореволюционную, зарубежную, советскую. М1, М5. У меня был материал. Масонство, М1, М1, М5. Далее Юрий. Размышлял также о том утром. Что вот Бог послал вам тех людей, которые все это способны сделать, оформить и выставить на канале. А далее, так как бы представилось. Должен быть этап. Рано или скоро, или Господь ведает. Когда ваши книги, а может и ролики, будут переводиться на иные языки, как минимум на английский. И насчитываться, возможно. Уже начинали это делать. У меня дома двое были, на английский язык переводили. Но потом оба человека уехали. Ведь не зря же ваши книги находятся во многих библиотеках мира. Они как бы законсервированы и ждут своего часа, чтобы, когда это будет нужно, они заговорили во весь голос. Ведь христианство – это не только Валаамы, Россия, но и весь мир. Ведь Христос пришел ко всему человечеству. К слову, как известно, творчество Себастьяна Баха, Ягана, забыто было на три столетия. И лишь благодаря Мендельсону и его товарищами человечество обрело эту божественную музыку, без которой сегодня музыкальное наследие немыслимо. Может, тоже какой-нибудь благословенный иудей, христианин, переводчик вот так же встретится с вашими книгами-то и потрудится на этом достойном поприще благовестия. Молитвенный благодарно обнимаю вас, Игнатий Тихонович. Спасибо, Христос. У меня из Англии, из Америки. Прямо на меня выходили и говорили, мы постараемся, найдем, кто так может знать русский язык, как американский, английский. Одинаково, чтобы знали. Потому что у меня очень богатый словарный запас здесь, как сказали писатели. Но какая-то причина, не знаю, больше не выходили. Сергей Игнатов. Мир вам, мужи и братья. Марина Сергеева разместила свою ссылку на видеоролик романа Малыша, но не дала ему своей оценки во свете Библии, канонов церкви, учения ее учителей. Я тоже получил от романа такой видеоролик и написал ему следующее, кавычки. Христос посреди нас есть и будет. Поздравляю с крещением Господнем и твоим первым самостоятельным дебютом в эфире. Когда ты приводил слова святителей и других праведников, то не ошибался. Потому что последние основали свои суждения на святых писаниях и канонах Вселенской Православной Церкви. Ты, подобные тебе заблудшие священники, заявляющие о прекращении совершения таинств в РПЦ, поступают, как тот пастух, который дважды ложно прокричал «Волки! Волки!» А в третий раз, когда он подал голос тревоги-то, то ему уже не поверили, хотя он потрубил правду. А до этого на покосе были люди, прибежали, а никого нет, он смеется, я обманывал вас. Ну, мальчишка. Так и ты подал ложную тревогу, что в храмах РПЦ уже нельзя молиться, как будто там мерзость запустения, то есть свасил сатана. Когда мы видим в православном храме католиков торп при совершении литургии верных после возраста священника к оглашенным, чтобы они покинули собрание, таковых нужно удалять в притвор, но это нигде не выполняется, кроме свято-анфимовской православной общины, которую ты по наущению сатаны покинул, но веришь, что покаешься, и придешь обратно в неделю блудного сына перед Великим постом. Прямо пророчески пытаются сказать Сергей Егорович. Нам православным, видя нарушение канона в уставах церкви, нужно облечать этот грех, как это делает наш учитель и наставник в Христе Игнатий Лапкин, которого ты презрел, и требовать от их нарушителей объяснения в своих проступках, ты же призываешь не ходить в храме РПЦ, отдавая их полное распоряжение тем, которые могут быть захвачены лютыми волками воющих шкурах, с которыми непрерывно борется помазание Божий Игнатий Лапкин. Ты правильно призываешь в своем выступлении внимать к голосу Бога, который дает ответ на молитву к нему через чтение священного писания или проповедь священника в храме, но тут же призываешь не ходить в храм, где звучит Слово Божие, и бросаешь тень на ученых мужей, знающих святую Библию, каноны церкви, учения и жития святых отцов, которые по ним дают ответы на вызовы дня. Такие ответы мы находим во всех книгах православного исповедника православной веры и миссионера Игнатия Лапкина. Подсчитай главу из его книги к истинному православию о заблуждении католической церкви, где наши святые отцы, прозревшие католики, обличают заблужение папства. Ты правильно говоришь, что избрание нашего патриарха Кирилла было нечестно, но это произошло по Божьему попущению-то, и как иудейского первосвященника, купившего этот сан, нельзя злословить, как начальствующего в народе своем. Так патриарха не подобает уничижать-то, а молиться Богу о Его вразумлении и обличать, как мы молимся за Тебя, и обличаем в одержимости духа лжи. Ты, Роман, тоже поминай меня в молитве перед Богом, чтобы я не ленился семикратно в день прославлять Господа, засудой правды Его. Храни Тебя, Господь. Ты знаешь, что за трудолюбие и дела милосердия я Тебя очень уважаю, а священный Илья Аким и Игнатий Аких Анащич обличают Тебя, как любящий отец для спасения Твоей души. Никто не может заявить, если он не лжец, что Игнатий Тихонович Лапкин загубил хотя бы одну душу и заразил ее какой-нибудь ересью, но наоборот, привел ее в православную церковь. Только одержимый духом лжи человек этого не видит-то. Аминь. Ну, тут какие-то выходят, дальше что-то рассуждают. Не покидайте собрание вашего. Анастасия, спаси Христос взаимно. Дальше молитвы, которых мы боимся. Дальше считать. Я стоял в большой автомобильной пробке, но тут много считать. Я буду тормозить. Он боялся смерти, боялся многого, а потом не стал бояться. Дальше молитвы, которые он боимся. Дальше молитвы, который он боится. ну вот такое посмотрели что же сделал там роман я пока боюсь публиковать пока не проверится это так или не так никому не говорю но он сделал еще один шаг еще ниже опустился он ничего сейчас не видит какие беды беды зависли над ним ему не поправится ни на ни с одной нигде никак он сейчас просто помешанный в этих вопросах в ролике ко мне сбрасывает где найдет там плоская земля где самых еретиков всех собирает и все то есть сатана играет им сейчас ну и наши ресурсы посмотреть вот это мой мир любимый показать сейчас я покажу зайду на него там у меня закачка идет поэтому трудно переставляется вот она как у меня выглядит переношу все время с youtube а сюда некоторые не переносятся повторно много времени отнимает сегодня с утра выставил сразу 13 роликов 13 а по 10 обычно тут как-то перегрузка идет и выставил вот она где я с голубем там не надо писать а здесь и почта и все здесь только восемь тысяч сто девяносто восемь роликов и 21000 наши фотографии но очень богатый дальше что-то тут не видно где форум вот так но это наш youtube видеоканал вот уже двенадцать тысяч пятьсот восемьдесят два подписчика и 11 миллионов восемьсот восемьдесят две тысячи двести девяносто шесть просмотров конечно это мало вот но у нас девять тысяч четыреста тридцать примерно видеороликов так что все еще впереди вот канала тот во свете библии православный библейский сайт а чего тут нету где у нас находится это сейчас я найду форум показать что-то не сразу открывается потому что там вот он есть православный форум новые сообщения вот здесь надо новые сообщения откнуть и вот первый вопрос вот сколько посещений а а вот здесь зелененькая ядко но сейчас увидите вот за на за вчерашний день зашло девятьсот девяносто девять человек одного за тысячи не хватило обычно двести восемьдесят триста не знаю последнюю неделю уже почти вот такое прибытка кто-то где-то трудится и вот сегодня мы сейчас еще восемь часов только по нашему зашло девяносто два на 11 больше чем вчера на воскресенье может быть свободное не знаю ничего не знаю не знаю не знаю не знаю ну вот у нас много вопросов даже покажу где самое ценное что здесь есть во свете библии это 4124 ответа все остальное можно создать стихи ну и насчитать тут 50 книг моим голосом насчитано было голос мой послужил делу божию а вот именно ответы ответы не дать а кто-нибудь вы представляете что может дать ответы нет никто не даст не даст просто нету другая биография на любой вопрос по четырем параметрам что говорит библия в 77 книг синодальная что говорят святые это 300 томов палеантов 300 патрология менее что говорят жития святых 1173 жития и что говорят каноны 719 правил не знают их осипов он здесь в антракт молчания войдет до гробовой доски никогда он у него нет там то другое и прочее у него я вижу и движение то вперед никакого нету я его труды смотрел знаю что интересно с ним разговаривал по телефону посылал свои труды они были отдельно к истинному православию он все одобрил но может быть не совсем и считал а когда написал о войне тут у меня тоже для слова божия нет уст говорите любви врагов попала к смирнову димитрию ну может за него кто-то там подписал не прошло я к тому чтобы не освещали оружие в чечне везде не лезли воевать то гробы катят в одно афганистане 14 тысяч 700 гробов только около 70 тысяч раненых но надо ли это я беру данные оттуда может и меньше чуть и вот теперь беру вопросы 10 темы с 11 грех вот она грех и вот о грехе вопросы вынесены сейчас его несколько озвучу вопросов посмотрите как делается это вопрос 1179 третий том открытым оком в войну собирали колоски с поля сейчас 6 только часов не 86 войну собирали колоски с поля стригли ножницами сейчас торгует водкой и тогда и сейчас мотивирует тем что не чем детей прокормить то что это грех или необходимость ответ это третий том открытым оком в книге притча 630 не спускают вору если он крадет чтобы насытить душу свою когда он голоден нужно определить что есть воровство если в нашей деревне у каждого под метлу вымели все свалили в общую кучу и она гниет и женщина пришла ночью что-то взяла для своих детей какое же это воровство то коммунисты вытворяли еще лучше вот пример одинокая мать двое детишек и у него парализована старушка мать вся надежда только на огород приезжает коммунист заготовитель предупреждает с огорода в погреб ни одной картошинки не заносить пока мы не возьмем третью часть ни одной картошинки иначе будешь сразу арестована в три кучи складывают они и женщина собирает картофель в три кучи и не знает какие две останутся ей проходит неделя за неделей идут дожди ударили морозы есть совершенно нечего и она тайна ночью берет ведро мороженого картопеля добавим что это жена священника зоркие глаза соседки это видит буквально на утро приезжают уполномоченные и вся семья погибает как воры похитившую советской власти хорошая власть за него зюганов трясется и судить надо нюрнбергским процессом людоеды попутно сказать по выкладкам по расчетам менделеева дмитрий иванович а нас должно было быть 650 миллионов а сегодня 150 небо не набирается полмиллиарда кто сожрал задайте им вопрос полмиллиарда какой змей горыны сглотнул конечно эти колоски никакой не воровство это видит бог просить не у кого искусственно сделанный голод всех сделал нищими бандитская большевистская власть вот главный вор а сегодня у нас только на алтае более миллиона гектаров свободной земли под бурьяном но это я в какие годы тут говорил лет 15 назад 20 14 мая 1991 года строится наше родное поселение потеряевка с нуля посреди крапива и кустарников сажай сесть что хочешь и благодари бога за царей михаила и бориса вернувших свободу земле по нашему уставу запрещено пить и торговать водкой еще никто из наших за одиннадцать лет ни разу не лег спать голодным и таких заброшенных все вымерших полностью только на алтае еще 329 а теперь около 500 трудись и благодари бога и все у тебя будет чистым и без греха когда стареют матери у нас мы видим вдруг что срок земной не вечен что потускнел когда-то зоркий глаз спина согнулась опустились плечи и ласковая добрая рука покрылась сетью жилок и морщинок и седина не только на висках и поступь ненадежно как суглинок и хочется отдать родимой честь за жизнь семье подаренную ею сказать спасибо мама что ты есть спасибо что тебя еще имею и окунувшись память и родник ее глазами в прошлое проникнув увидеть как наш самый первый крик ловила мать сама от счастья скрикнув наш первый вздох наш первый жалкий всхлип был ею впитан навсегда с ней слился и поцелуй и как монотип на лобчике у нас запечатлелся взянув на запись прожитых страниц увидеть свою маму на коленях пред господом склонившуюся низ скрепившую цепочку поколений когда-то так молилась ее мать и так потом молились ее дети и внуки тоже будут повторять живой пример из глубины столетий отрадно знать что мать пока что здесь есть честь отдать еще дана возможность за то что через ее благая весть до нас дошла через град учений ложных за то что невзирая ни на что она нас правде божией учила а за грехи коль уж пошло на то бывало что ее розги не щадила почти мы ее за то что до ума нас довела на своим терпением достойна чести христианка мать как женщина с высоким назначением она уйдет но это далеко пока же срок и ей нам дарован как хорошо что нам с ней так легко останься с нами мать и будь здорова вера сергеевна кушнир вот один вопрос дома на сегодня хватит